Профессия геолога считается одной из самых романтичных. В советское время они писали стихи и пели песни. Сегодня она не утратила свои актуальности наряду с другими специальностями. Меняются поколения и подход к образованию. Но атмосфера тепла, дружбы и романтики – никогда. Это особенно прослеживается во время учебной геологической полевой практики и проведения полевых наблюдений. Студенты второго курса Института геологии и нефтегазовых технологий вплотную прикоснулись к практической стороне профессии. Важно те теоретические знания, которые ребята получают в течение года, апробировать на практике. То есть мастерство – это залог успеха. То есть все, что двигает нас вперед, делает профессионалами, нам нужно нарабатывать. Собственно говоря, без опытного пути сделать это просто невозможно. Нужно практиковаться, 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 чтобы стать знающим, хорошим специалистом. Молодые специалисты должны сами понять и пройти через все тягости полевой, суровой жизни, так скажем. И только после этого они смогут потом в дальнейшем, так скажем, в своей жизни испытывать уже не такие тягосты, а уже полегче им будет. И чтобы понимать, что делать, как делать, зачем мы это все будем делать. И это очень важно, потому что их должно научить кто-то научит. Поэтому мы стараемся их научить этому. Полевые работы для студентов-геологов играют ключевую роль в их образовательном процессе. Они позволяют будущим светилам науки применить теоретические знания на практике, что однозначно способствует лучшему пониманию всех процессов. На местности молодые люди и девушки учатся наблюдать и анализировать, собирать и интерпретировать данные, составлять отчеты и карты, адаптироваться к различным погодным условиям и территориям. Я еще со своего студенчества помню, все карты на миллиметровочках все рисовали, раскрашивали, называли все это разукрашками, как в детстве. То сейчас студенты все это делают на компьютерах, всю обработку полевую, собирают, анализируют, строят красивые карты. То есть это все печатается, это все предоставляется в очень красивом виде, формате. И сохранение всех стандартов. Это очень важно, чтобы все масштабы были соблюдены, чтобы все правильные цвета были подобраны, чтобы правильно были маркировки различных горизонтов, времен по геохронологической шкале. Самое интересное, я могу отметить наши полевые практики, потому что на них мы проходим разные методы, такие как магниторазведка, электроразведка, гравиоразведка. И на каждой из них я узнаю что-то новое для себя, и мне это очень интересно. Пока что мне все очень нравится, я бы хотела видеть себя в будущем, в геологии, может быть, в этом направлении, может быть, в каком-то новом. Вот, пока что так. По словам самих руководителей практики, любой ученый всегда стремится к новому, имеет дело с неизведанными территориями. Геолог неизбежно ставит перед собой цель открытия, будь то месторождение, новая территория или минерал. И этот путь очень творческий. Геолог имеет дело с абсолютно нетипичными задачами, которым не всегда можно найти не то, что инструкцию. А даже подход. Маршруты практик у нас не изменились, но, наверное, да, действительно, маршрутов стало больше. Остались старые, добавились новые маршруты по обнажениям. Нам очень повезло, что рядом находится правобережье Волги, где мы можем наблюдать достаточно большое количество точек, где вскрываются геологические слои, обнажения, пермской системы. Мы можем их изучать, учить студентов и работать на обнажениях, и фиксировать различные геологические процессы. Мы постоянно добавляем в нашу практику новые маршруты. Геолог рассыпается с мыслью о том, что сегодня я сделаю что-то новое, открою что-то для изучения, в первую очередь, планеты, то есть то, что вокруг себя. То есть это тот человек, для которого интересно все вокруг. То есть это не ограничивается чем-то конкретным. Люди, далекие от этой науки, не всегда могут прочувствовать настроение геологических экспедиций. Они сопровождаются не только плодотворной работой, но и заслуженным вкусным обедом. Летняя практика всегда подразумевает свежие овощи и свежеприготовленный шашлык. Такие дни, по словам руководителей и самих студентов, очень сближают. Люди, которые связаны друг с другом благодаря геологии, которые связывают их как одна такая большая длинная нить. То есть нить протяженностью более 40-50 лет. То есть это очень важно. То, что люди сплочаются благодаря вот этим общим интересам. Для меня это конкретно пример того, как можно совместить личную жизнь с наукой. Будущие специалисты постигают в ходе практики основы геологической профессии. Все для того, чтобы геолог, попав в поле, был подготовлен. Из старых инструментов остается геологический молоток, компас, из нового GPS-приемник для определения координат. На самом деле, я не склонен утверждать, что раньше студенты были лучше или были другими. Да ничего подобного. У нас всегда на геофаке, сейчас в Институте геологии и нефтегазовых технологий, прекрасные студенты. Изменились технологии и подходы как к образовательному процессу, так и к реализации практики. Поэтому раньше ребята использовали другие подходы. Вот, допустим, сегодня, вот вы видите, на столе лежат карты, которые используются, карты, схемы. Это все сделано в специальном программном обеспечении, в специальном софте. Ребята у нас сейчас берут с собой GPS, берут планшеты, то есть используют вот такие вот цифровые технологии в образовательном процессе, в практике, вот в освоении именно вот практических дисциплин, в практической подготовке. Вот это изменилось, да. Ну, а сами студенты, наверное, не изменились. Они все же такие ребята, которые хотят что-то исследовать, узнать новое. Они амбициозные, они хотят добиться результата в жизни. Для избранных профессий геолога окутана романтикой. Ночью костра, гитара, интересное знакомство с миром и людьми, удивительная природа и пространство, освобожденное от асфальта и бетона. Все то, что так привлекает молодых ребят по всей стране. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Универ Новости.